Привет всем, друзья! На канале уже есть много видео о православных старцах и святых, об их наставлениях и пророчествах. Сегодня мы расскажем вам о прозорливом священнике, нашем современнике Геннадий Заридзе. Конечно, мир в последнее время стал не таким, как прежде. Каждый прочувствовал на себе, как меняется время и пространство, как из-за духовного начинаются трансформации физического мира. И если рассматривать пророчества в совокупности, то, что происходит сейчас на Земле – всего лишь начало глобальной перестройки мира. Но обо всем по порядку. Мы получили письмо с просьбой рассказать на канале о прозорливом протеерии Геннадии Заридзе. Мало того, что он полностью рассказал о прошлом автора письма, так предвидел и будущее, которое уже начало сбываться. Сейчас отец Геннадий является настоятелем Покровского храма в селе Отрадное и Воронежского храма-часовни в честь святителя Митрофана и принимает людей на беседы. Многие желают попасть к нему, но сделать это до недавнего времени было не так-то просто – слишком много желающих побеседовать лично. Еще несколько лет назад сотни людей собирались, чтобы попасть на службу отца Геннадия и исповедоваться в своих грехах. Все способы связи сегодня указаны на официальном сайте Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в разделе «Контакты». Геннадий Заридзе сегодня настолько популярен, что молва о его помощи и способностях донеслась до Кремля. В 2015 году на Рождество сам президент России Владимир Путин лично посещал храм. Но так было не всегда. В отличие от большинства прозорливых старцев, которые с раннего детства были приближены к Богу, отец Геннадий в одно время вообще не задумывался о вере и религии. Занимался научной работой, даже преподавал политэкономию и научный коммунизм в университете, пошел по стопам мамы, которая преподавала русский язык и литературу. Геннадий не был воспитан в православной вере, не читал Библию и был далек от всего, что проповедуют сегодня. Но однажды с ним случилось событие, которое перевернуло его представление о мире. Вот что рассказывает о нем сам отец Геннадий. «В одной из поездок в поезде Воронеж-Москва я сильно простыл. А когда возвратился Воронеж, мне было совсем плохо. Невыносимая головная боль не прекращалась, ее невозможно было ничем ослабить. Через неделю состояние ухудшилось, и меня повезли в реанимацию. В машине скорой помощи отключилось сознание, конвульсии прекратились. Когда меня привезли в больницу, тело было как бревно. Ничего из того, что происходило потом, я не помню, и о случившемся со мной знаю по рассказу реанимационной медсестры». Она поведала, что выжить в такой ситуации было невозможно. Когда Геннадий уже не подавал признаков жизни, ему прокололи спинной мозг и обнаружили пневмококковый менингоэнцефалит. Далее случилось настоящее чудо. На следующее утро, по словам священника, он пришел в сознание, находясь в полной уверенности, что тот иной мир существует. Кроме того, он понял, что святое существо, подобное нашему представлению о Боге, решало его дальнейшую судьбу – оставить его там или отпустить обратное. Я проснулся с мыслью, что там, по ту сторону, происходило нечто очень важное для меня. Я не могу объяснить это словами, но отчетливо знаю и чувствую это. Я знаю точно, что Бог оставил меня здесь, на земле, для покаяния. Проснулся я, больше не чувствуя головной боли, а мой организм стал восстанавливаться очень быстро, будто ничего и не было. Врачи тогда очень удивились и смотрели на меня, будто на экспонат. До этого случая Геннадий Заридзе мечтал о защите диссертации, но после понял, что в этом нет никакого смысла. А самое важное, для чего он живет – это служение Богу, который помиловал его. Тогда и начался духовный путь ныне знаменитого прозорливого отца Геннадия, который получил не только исцеление по велению Создателя, но и великий дар, доступный немногим. По его пророчествам и советам благословения получают семейные пары, не имеющие детей. Многие, после посещения беседы, с Геннадием Заридзе становятся счастливыми родителями. К нему обращаются немощные больные, которым священник указывает путь к спасению и исцелению. 15 июля 2016 года аргументы и факты опубликовали интервью с отцом Геннадием, в котором он рассказал о ближайшем будущем, говоря о грядущем серьезном преобразовании мира. Сегодня мы видим, насколько он оказался прав. По словам отца Геннадия, силы зла будут давлить над миром. Россия же в это тяжелое время грозит ненависть со стороны недругов. А главная причина этого в том, что здесь много православных христиан, много святых и праведников. Россия является своеобразным проводником христианского учения. Большие изменения на Земле уже происходили в истории не раз, но всегда этому должен быть толчок. Например, когда возникает противостояние, порождающее кардинальные перемены. Проще говоря, противостояние добра и зла, ценностей материальных и духовных. Помнится, и святые старцы говорили, что смысл борьбы и уничтожения веры в Иисуса и истинного Бога есть лишь в одном – искоренение христианства, уничтожение ценностей христианской религии. Тогда, не имея представления о едином истинном Боге, человек будущего утратит с ним связь, не сможет в сложное время заручиться его поддержкой и помощью. Тогда людьми можно будет управлять, навязав иные ценности, когда каждый новый человек будет воспитан с другими понятиями о жизни и ее происхождении. Утеряв связь с Богом, он поневоле станет слугой силам зла, и именно это и есть точка невозврата. Отец Геннадий обращает внимание каждого, насколько важными являются слова «По вере вашей да будет вам». Верьте в спасение и в помощь, верьте в исцеление своего тела и своей души. Просите помощи у Создателя, принимая святые дары. Причащаясь и исповедываясь, вы открываете себе путь к Богу и к принятию единственной истины, Его величия и Его всемогущества. Спасутся те, кто будет идти к спасению, что значит идти к Богу. Для этого неформально, но искренне нужно раскаяться в своих грехах. Не сразу, но постепенно становиться настоящим христианином, который живет не вдали, но рядом с Богом, который ходит в храм и имеет желание бороться со своими грехами и греховными помыслами, который имеет цель творить добро и не совершать грехи в будущем. Покаянием можно не вычислить душу полностью, от всякой мерзости, которую человек набрал здесь, на земле. Надо во всем покаяться, все вспомнить, во всем покаяться. Из этого может всю жизнь портиться, я говорю правду. Поэтому надо раскаиваться и исправлять этот грех, хотя он был, может, и совершен по глупости или как-то еще, надо исправлять обязательно. Покаянием глубоким. Даже если события в мире будут развиваться стремительно и непредсказуемо, даже если вдруг начнут сбываться пророчества о конце света, человеку нечего бояться, ведь он будет не один и под защитой Создателя. Отец Геннадий говорит, человек идет за Богом по собственному желанию, и каждого, кто идет за ним, Бог видит и слышит его просьбы и молитвы. Действительно, очень много чудес творятся с людьми после искренней исповеди и причастия. Сотни восторженных отзывов о правильных и простых наставлениях отца Геннадия, которые помогли исполнить мечту, доказывают это. Как сложно поверить, что такими простыми действиями, как исповедь и причастие, человек приближает себя к Богу, становится ясным в поле его зрения, будет услышан со всеми просьбами и молитвами. Конечно, если все это искренне и от души. Получая благодать, сильнейшую из видов энергии, он обретает силу, которая поможет там, где это может показаться невозможным. И вроде бы такие простые истины, говорит нам отец Геннадий Заридзе, но ведь многое из этого так сложно осознать. И главное тут, это конечно вера. Она имеет безграничную силу, с ней никакие глобальные перемены не страшны. А вы что думаете о пророчествах протоиерея Геннадия Заридзе, который видит душу людей и помогает им обрести путь к Богу? Верите ли в то, что глобальные перемены достигнут апогеи уже в ближайшем будущем, и события из библейской истории о конце старого и начале нового мира уже не за горами? Или предсказания не имеют силы, ведь только Бог знает, что будет дальше? Пишите свои мысли в комментариях и не пожалейте лайк, если это видео было для вас интересным. Подписывайтесь, до новых встреч!